добрый день все кто зашел на мой канал сегодня я буду делать перевалку фиалочки сейчас я вам ее покажу вот она это сорт ариэль она у меня была пока сажена 9 марта семнадцатого года и и здесь уже корешочки нормально достаточно заполнили грудь буду ее пересаживать и ставить на фитиль она там дает уже намеки на цветоносы даже уже вот видны бутончики там поэтому я хочу и присадить я до этого не давала ей цвести потому что она маленькая сейчас у нее уже есть хотя бы раз два три ну да уже ты это уже третий ряд листьев и мне уже все таки хочется видеть ее цветение ну и потому что она еще мне кажется она маленьких размеров того что она у меня сидит все еще в 100 граммовом стаканчике я ее пересажу в такую кофейную чашечку 170 грамм чтобы она у меня получше разрослась этот метод перевалки ну не так много видео об этом методе но очень многие наши известные фиалководы им пользуются то есть это не то что я придумала то чему я у них научилась и сейчас я поделюсь с вами грунт у меня как всегда торф в перемешку с перлитом обязательно все комочки разрыхляйте размельчайте обязательно перед посадкой я взяла так много грунта потому что у меня еще очень много деток мне сегодня надо будет рассадить и поэтому я взяла этот большой тазик вот этот грунт я использую меня часто спрашивают какой грунт я использую у меня не классман слишком дорогое удовольствие у меня морис грин почвогрунт торфяной универсальный два с половиной литра вот упаковочка она стоит в пределах 40 рублей не больше здесь верховой торф вот торф верховое минеральное удобрение и мука известняковая доломитовая в составе ph не менее 5 2 массовая доля влаги не более 65 процентов азот 150 фосфор 140 калий 220 для начала я его увлажню из пульверизатора можно кстати когда так много грунта его можно просто налить сюда водички что я и сделаю потому что из пульверизатора получится очень долго это все пшикать просто по чуть-чуть вот как тесто замешиваем наливаем по чуть-чуть туда водички чтобы не переборщить также здесь немножко налили все это размешали так чтобы было важно как у меня все идет за пределы тазика сыпется ничего и и когда вам покажется что грунт достаточно влажный не примут мокрый жижек а просто хорошей влажности тогда можно его уже использовать и опять же делайте это я повторю я взяла так много грунта потому что я сейчас и сегодня много буду еще рассаживать вы берите столько грунта сколько вам необходимо не берите много грунта и не увлажняйте большое количество грунта так как то что вы не используете он потом станет такой не очень хорошим будет комочками и кругляшками в камушке собьется где-то будет не особо приятный на ощупь придется его тогда еще больше размечать вот вы видите я его увлажнила и видите какой он рыхлый какой воздушный таким должен быть грунт для фитильного полива ну и вообще для фиалочки он ни в коем случае не должен быть тяжелым и никогда не берите покупной не сажайте в фиалки в покупной покупной грунт из магазина который называется для фиалок там полная ерунда он тяжелый это совершенно не то что вам надо лучше купите тот грунт пусть он не будет называться для фиалок но главное чтобы его составе был именно верховой торф не низинный ни в коем случае а верховой и поэтому на обложке такого грунта может быть нарисовано что угодно пусть вас это не смущают никакие помидоры томаты перцы главный его состав дальше я беру эти речку меня уже вырезан это обычный бельевой шнур 3 миллиметра в основном все мои фиалочки и детки и черенки и стартеры они все стоят на фитиле 3 миллиметра несколько фиалочек несколько больших фиалок уже взрослых и несколько деток две-три дет детки и там буквально один черенок стоят у меня на фитиле 6 миллиметров так как у меня не был по другой вот такого потоньше я поставил на 6 миллиметров но на моем личном опыте никакой разницы нет что он 3 миллиметра что 6 миллиметра ну вы можете если вас это смущает если вас что-то пугает что вам кажется что ваш шнур толстый вы можете его внутри горшочка оставить не на таком не на такой длине как вы обычно это делаете а чуть покороче тогда соответственно площадь намокания будет и меньше но хотя грунт он сколько впитать столько впитает дырочки в стаканчике я сделала обычными маникюрными ножницами просто проткнула их и все я всегда делаю больше чем одна дырочка хоть я и поливая не через поддон и не через сверху хотя они меня на петель я всегда делаю дырочки дополнительные ну все-таки какая-то аэрация чуть побольше будет присутствовать тем более что они на фитиле и там есть доступ воздуха и корешочки будут вылезать и из этих отверстий тоже так сделаю я фитиль насыплю туда немножко на донышко насыплю немножечко грунта колечком можете не наматывать здесь круги просто положили этот в петель и пусть пусть лежит значит где-то на 5-7 миллиметров от донышка насыпали грунт слегка его уплотнили прям слегка далее вы берете вашу фиалочку вот это то что торчит фитиль это прям убираете прям достаете выбрасываете не бойтесь травмировать корни ничего страшного она нарастить новенькие свеженькие вот далее примериваемся вставили стаканчик с фиалкой в этот стаканчик я возьму другой стаканчик 100 граммовый чтобы было видно так как фиалочка все-таки листво немного закрывает даже не немного а прилично закрывает обзор поэтому я возьму этот стаканчик вы видите что стаканчик 100 граммовый он выходит за пределы значит многовато я насыпал туда грунта значит немножечко убираем немного убрали опять положили он все равно выходит за пределы но мы еще учитываем то что все-таки грунт он осядет и он фиалка там все-таки чуть-чуть поглубже посажена там грунт не до самого верха но даже если она получится с горкой ничего страшного она же все-таки на фитиле и далее мы начинаем просто высыпать землю вокруг берем обычную ложечку самую простую чайную ложечку и досыпаем по краям придерживая этот стаканчик моментами вот его туда немножко не утрамбовываем а запихиваем чтобы там не образовались воздушные зазоры можете поворачивать стаканчик туда-сюда вот этот вертеть его как вам удобно я прошу прощения у меня там стиральная машина стирает и ее видимо сейчас слышно так как пришлось открыть дверь для тузика чтобы он вошел в комнату сейчас я ее прикрою чтобы не было шума наполняем сюда грунта до самого верха чашечки периодически его вот так туда проталкивая опять же метод не новый придуман не мной я даже не знаю кем он придуман потому что я его видела на двух или трех видео одно видео было на канале то ли не вский дом фиалки то ли московский дом фиалки вот кто-то из наших фиалководов так делал такую перевалку другое видео я видела на очень хорошем канале мария кажется 279 кажется эти цифры у нее ну марии зовут девушку молодую женщину мне очень нравится ее канал и мне даже очень приятно смотреть вообще любые видео на ее канале и вот она делала там такую перевалку кажется кажется я видела на ее канале ну если вдруг я что-то напутала не судите меня строго пожалуйста и еще видела на каком-то канале на каком-то видео еще видела как пользуются этим методом вот наш стаканчик получил что он как бы окружен этим грунтом грунт влажный обязательно в торф обязательно увлажняйте иначе он будет не влагоемкий и ваш фиалочка пропадет потому что вы не сможете его поливать вы не заметите как торф не будет впитывать эту влагу далее мы достаем этот стаканчик у нас получилась такая ямка как в огороде мы выкапываем ямку затем мы берем нашу фиалочку аккуратненько достаем из горшочка ой из этого стаканчика и кстати еще такой момент так как стаканчик у меня слегка выходил за вот вот сюда вот за верх этой чашечки можно еще сделать так можно чуть-чуть вот здесь донышко убрать слегка 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 убираем здесь и тем самым она станет уровнем пониже а также обновится и состав грунта чуть-чуть побольше еще убираем вот этот верхний слой слегка убираем там где у нас образовывается грибочек вот этот вот белый налет белый рыжий все это убираем это беленькая это у меня не только перлит но и пенопласт потому что он позволяет держать воздушность вернее не то чтобы воздушность а не позволяет также сваливаться торфу и далее мы просто ее вот сюда вставляем вставляем и слегка туда вот ее вдавливаем прям легонечко так чтобы она села на место вот наша перевалка сделана все фиалочка перевалена совершенно без проблем очень интересный такой процесс приятный я бы даже сказала как будто кубики собираешь или вот в какую-то игру играешь все дальше просто ставлю ее на фитиль она получила минимум травмы даже несмотря на то что я немножко вот убрала грунт с ее корешочков можно ее переваливать так и с цветоносами вот у меня там цветоносы и с бутонами и цветущую фиалку приспокойно в любое время года ее можно так перевалить еще недели 2-3 ее можно не удобрять вернее лучше ее не удобрять так как все таки обновление грунта произошло чтобы не было перекорма но пусть она пока питается тем что содержится в грунте ну через 3 недельки 3-4 недельки можно потихоньку уже удобрять а длина фитиля если кому это интересно ну сантиметров 15-16 чтобы она чтобы и здесь вот у нее чуть-чуть получается 3 сантиметра внутри горшочка остальное вот оно вот так вот падает в стаканчик сейчас я просто налью обычной самой обычной воды отстойной и поставлю ее воды наливаем так чтобы между уровнем воды в стакане и донышком горшочка было хотя бы 5-7 миллиметров не меньше чтобы дно не намокал фитиль я заранее не смачивала он успеет это сделать сам это очень хороший фитиле у меня хоть он и самый обычный самый простой фитиль то есть не обязательно смачивать фитиле ну и при том что свой грунт был слегка влажный и грунт в которой я ее перевалила влажный я увлажнила и грунт самой фиалки был слегка влажный ну и в принципе я фитиле редко когда увлажняю и обязательно делаем надпись надпись сорта на какой-нибудь на каком-нибудь вот подобные вот ленте или на что на чем-то делаем надпись сорт и число когда вы ее пересадили посадили пересадили перевалили ну и спасибо вам за внимание за то что заходите на мой канал заглядываете смотрите мои видео большое вам спасибо и до новых встреч и до новых встреч